Радио Болтком Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Ну а мы открываем нашу сегодняшнюю программу Мы говорим о программе Климат-контроль Константин Рангс, журналист, ученый Журналист, пишущий о науке Очень много сделавший для популяризации науки С нами на прямой связи Доброе утро, Константин Здравствуйте Мы, как всегда, наверное, начнем с погоды Сегодняшний день стал, может быть, для многих Ну, не то чтобы сюрпризом Но как-то пришлось вспомнить о том, что И весной дождик может начаться И достаточно такой затяжной, судя по погоде И хмурый, и пасмурный И капает, насколько это долго продлится Такого рода погода, когда ждать Волну тепла И насколько для природы, может быть, для сельского хозяйства Вот эти все-таки условия хорошие или плохие? Ну, прежде всего, нужно сказать, что у нас уже очень давно не было программ Которые бы шли во время дождя Или вообще других осадков Как-то так не шибко получалось То есть, по большому счету, то, что сейчас идет такой полновесный дождь И сразу скажу, он будет идти и сегодня, и будет идти завтра И, судя по всему, в воскресенье То есть, вот у нас будет такой заряд То, в принципе, конечно, для прогулок это, может быть, и не так хорошо А вот для сельского хозяйства замечательно Тем более, что потом Ожидается таки на следующей неделе Ну, если не резкий скачок То все-таки повышение температуры Более Выглянет опять солнышко И это, конечно, будет очень хорошо Для всей растительности В том числе культивируемой Так что, в принципе, особо грустить тут нечего Ситуация, вообще, надо сказать, более нормальная Чем, например, в той же самой южной части Польши, Германии Вот вчера одна моя знакомая опубликала фотографию в соцсети 30 градусов на юге Германии Жарище, все сохнет Это, конечно, совершенно Что сейчас творится в Испании за те же самые 30 градусов Вот они очень бы хотели, чтобы сейчас бы выпали бы дожди Но у них, так скажем, прогноз необнадеживающий Но тут надо отметить, что, в принципе, получается интересная вещь Как бы очень мощный антициклон над Южной Европой Циклоны катятся на Северной Европе В ближайшие дни ожидается мощный такой прорыв холодного воздуха Который будет со стороны Арктики Нас это в меньшей степени, ну, может быть, Латгалии и восточную часть Витзами захватит Там могут быть заморозки И к этому нужно быть готовым Ну, а дальше за Псковскую, Новгородской области России Там ожидают на высоте 2 метра от земли минус 2 А это означает, что на собой поверхности земли будет еще ниже температура Что, естественно, очень плохо до всевозможных всходов Они говорят, что у них, по их расчетам, такое бывает примерно раз в 5 лет Вот в это время года такие заморозки Последний раз было в 2017 году Но, в принципе, вот у нас есть надежда, что наш теплый вот этот вот балтийский воздух Он не даст развиться заморозкам, но все равно, в принципе, это такое Мы где-то на границе находимся Вот и холода, и тепла Но потом ожидается повышение атмосферного давления В связи с движением антициклона У нас температура будет повышаться Солнце, и я надеюсь, что в следующей пятнице у нас уже будет вполне такая солнечная, приятная погода Я напомню нашим слушателям телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9 И также можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 К чему это я так вот усиленно напоминаю Потому что мы сейчас затронем, конечно, тему болезненную Это тема повышения цен на энергоресурсы Что приводит, в общем, к катастрофической инфляции И портит настроение тем людям, которые уже сейчас начинают как бы задумываться о том, что лето пролетит незаметно Если ты не стрекоза, а скорее муравей по характеру, который задумывается о том, что зима катит в глаза Невольно начинают все подсчитывать И уже там и сам премьер говорит, копите денежки Вот пока есть лето, пока есть такая возможность, чтобы зимой не залезть в долги И расплатиться как-то за отопление Вот что можно посоветовать? Ну, вы знаете, тут как раз очень интересный момент Если залезть, допустим, в интернет и начать искать советы по улучшению энергоэффективности, отоплению квартиры Вот это на что я обращаю внимание Слово «дом» нельзя запускать Потому что дом зачастую поисковики воспринимают именно как дом Как отдельное жилье И вот тут сразу видно очень интересные вещи Предложения для дома Их, во-первых, больше И, во-вторых, они такие как бы интереснее, чем предложения для квартиры И посмотрите, дом предлагается ставить тепловые насосы Вообще надо сказать, что это хороший вариант в нашем климате В нашем климате это вариант Для Якутии это не вариант, а для нас вариант Второй вариант Это, например, свои собственные источники энергии Это мы про дом сейчас, да? Это мы про все говорим, про индивидуальный дом То есть получается, с индивидуальным домом Там вы его обошьете каменной ватой И все легко и красиво А вот что делать с квартирой? Как утеплить? Ну, понятное дело Отдельно квартиру утеплить Ну, прямо скажем Достаточно сложно Тем более, что утеплять-то ее нужно снаружи А не изнутри Вот это важный момент Если вы начинаете утеплять дом Свою квартиру изнутри То вы точку росы То есть точку, когда влага превращается в воду зимой Смещаете внутрь И таким образом промерзает и стена Будет промерзать активнее и стена А самое главное Появится конденсат внутри А это светильные плесень и прочие радости Еще один момент У нас стоят батареи центрального отопления Сейчас говорят о том Очень часто говорят Что нужно снижать будет комфортную температуру Ну, уж как минимум до 20 градусов Чтобы в помещении было А то, может быть, и ниже Вот живут же себе немцы и англичане При плюс 16 зимой Ну, и нам надо как бы привыкать идти к Европе Замечательно Но это означает, что для многих людей Это будут болезни Очень, в общем-то, некомфортность Люди хотят жить у нас все-таки в большем тепле Следовательно, они будут хотят как-то повысить температуру И вот тут возникает вопрос А чем обогреваться? Значит, воды у нас нет Тепловой насос вы не поставите Можно, конечно, в окно поставить Но это будет не то решение Ну, и остается, что электричество А электрических обогревателей Тоже довольно много И какое из них эффективнее И если опять смотреть на сайте То каждый, в основном, продавец Предлагает и расхваливает свою Так скажем, версию В этой связи как раз и хотелось бы Спросить наших слушателей А они как намерены Повышать температуру Как обогреваться Грядущей осенью Что они придумают? Так что 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Может быть, у вас есть какие-то Ноу-хау Какие-то вот Интересные решения Которыми вы могли бы поделиться Потому что я знаю, что Да, в прошлые зимы Кто-то включал там масляные радиаторы Кто-то такие спиральные Но они вот очень опасные Кажется, что ну вот-вот Может там вспыхнуть пожар Если что-нибудь попадет на эту спираль То есть она сразу вспыхивает И сгорает Они не закрытые Потому что Ну и поэтому, может быть, не такие популярные Но, тем не менее Говорили же, чуть ли не в 90-е годы Топились с печками-буржуйками В квартирах То есть там тоже были свои Если вспомнить, господи Вспомнить историю Сто лет назад Во время гражданской войны Как раз-таки вот Когда рухнула вся эта система Только сформировавшаяся Центрального отопления Люди топили там книгами Из библиотеки Рубили мебель на дрова Все это топили вот Буквально внутри комнаты Чтобы согреться 6-7-212-93-9 И номер ватсапа Номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1 Если есть у вас идеи Пишите Каким образом вы собираетесь готовиться К всей этой сложной зимней истории Я нашел, например, такие предложения Как установка инфракрасных ламп У них действительно довольно интересный вариант Тем более, что, как известно Инфракрасное излучение Нагревает не столько воздух Сколько нагревает поверхность На которую оно падает То есть, если вы находитесь Под такой лампой То вам будет тепло Но, правда, как только вы выйдете Из-под нее действия Вам сразу станет холодно То есть, это способ согреться Самому себе Хотя помещение, кресло Ваше отсутствие Будет нагреваться И отдавать тепло уже Атмосфере Есть такие сторонники Такого вида обогрева Потом есть разговоры о том Что очень хороши Электрические полы Но проблема-то заключается в том Что это достаточно дорогостоящее Потому что лампу вкрутить-то проще Или поставить там Привинтить к стене А делать пол Это уже солидное Капитальное такое вложение Его же не просто Как коврик постелил И все Поэтому, в принципе Опять-таки, все сужается Вот до этих самых Обогревателей Которые для нас привычны Эти электровентиляторы Ну и надежда на то Что у нас электричество Будет все-таки свое Худо-бедно Какие-то электростанции У нас есть Но опять же возникает вопрос Чем эти электростанции Будут топиться Потому что ведь раньше Последние десятилетия Как раз и шел Вот этот процесс Перехода С твердого топлива Разного рода На газ Теперь как бы Принято идея Что от газа Надо отказываться Потому что газ У нас будет Теперь дорогой А ясно Что это не вопрос Одного вот этого лета То есть К осени Ничего принципиально В плане производства Энергии Не изменится Вот это действительно Большая проблема И сейчас Я так думаю Тот кто сможет Предложить На рынок Какое-то Более эффективное Средство Отопления Электрического Более С более высоким КПД Чем существующий Тот конечно Что называется Может сорвать Банк Это факт Дело другого рода Что Я бы например Ожидал От того же Самого города От вообще От национальных Властей Работы С Академией Наук Нашей Чтобы были Созданы Даны четкие Рекомендации В конечном Счете Какое Отопление Эффективнее Как эффективнее Вообще Что делать Людям Вот в такой Ситуации А то Получается Что сейчас Люди сидят Считают Там что-то Высчитывают На калькуляторе Я знаю Вот например Одна Знакомая Дама Бывший Учитель Физики Она например Когда варит Стала варить Этот самый Кипятить чайник Она стала мерить Сколько Она газа Тратит На того Чтобы скипятить чайник И сколько Электричества Тратится Для того Чтобы тот же Самый чайник Скипятить И какие Вот интересно У нее получаются Что выгоднее На чем На электричество Ну вот Сижу Жду Когда она Наконец Обработает Свои результаты Но подход Очень интересный Получается Что в принципе Электрический Чайник Если его Заполнять Вот именно На маленькую Вот этот Объем Да Допустим Сколько Нужно Выпить Чаю Кружка Ну 300 Грамм Допустим Да Тогда он Быстро Загревается И в пересчете Получается Что-то Где-то Один Два Цента Вообще Недорого Вот С газом Какая-то Получается Вроде тоже Недорого Но к неделе Больше И надо Сказать Что чайник На газе Вскипает Гораздо Дольше Чем Электрический Но вопрос Понимаете Это Тут же Очень Много Водных Допустим Старая Плита Она Менее Может быть Энергоэффективная Чем Например Плита С другими Новыми Горитками Во всяком Случии Извините Если вы Пойдете Покупать Газовую Плиту Вы увидите Те же Самые Значки Энергоэффективности То есть Как бы Предполагается Что Новые Плиты Более Энергоэффективны Чем Старые Насколько Это Это Вопрос Отдельный Ну Вот Я Хотелось Бы Сказать Что Вот Например Есть Много Всяких Передач Где Сидят Умные Головы Рассуждают А вот Передачи Например Где Стояли Рядом Плиты Кофейники Чайники Электрические Счетчики И показали Шоу Именно Вживую О том Что Какой Прибор Даже Не надо Лейблы Там Показывать Если Не хотите Рекламы Заклеить Скотчем Но Вообще Принципы Показать Какое Средство Индукционная Плитка Может быть Индукционная Плитка Это Наша Экономия Допустим На кухне Потому 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 что Очень Много Времени Говорили О том Что Индукционная Плита Она Энергоэффективнее Но мы Не знаем Не говорится О том Что Насколько Она Энергоэффективна Или Или Например Электроплитка Которая Которая Тоже Используется В хозяйстве Насколько Они Эффективны И Все Говорят Что Они Разного Типа Вот в чем Дело Они же Разного Типа Существуют И Как минимум Индукционка Потом Существуют Те Которые Керамические Потом Существуют Там Керамические Со спиралью Нехромовой Ну Это Старинные Такие Вот Они По-разному Тоже У них Разный КПД И Эффективность Скажем Чайник Будет По-разному Вскрипать И Надо Сказать Что Допустим Алюминиевый Чайник Вы можете Нагреть На Одной Плитке А например Индукционной Тут Как-то Не Очень Пойдет Там Нужна Специальная Посуда Но Опять же Газовые Плиты Есть Плиты Газовые Разного Типа Что Выгоднее На Маленькой Комфорочке Но Дольше Кипятить Либо На Мольшой Мощной Комфорке Которая Жрет Много Газа Но Зато Тогда Вы Быстрее Вскипятите Вот Эти Вопросы Они Тоже Как Витают В воздухе Как Сэкономить Вот Он Главный Вопрос Который Сейчас Стоит Какой Чайник Лучше Каким Каким Способом Нагрева Допустим С электрическим Нагревом Микроволновка Возьмите Вот Тоже Ведь С одной Стороны Так Подумать 700 Ват Стандартная Мощность При Разогреве Или Приготовке Пищи 700 Ват 0.7 Киловат Но Она Это Делает Довольно Таки Быстро И Уже Знаете Для Очень Многих Людей Я Уверен Уже К этой Осень Разговоры О том Что А микроволновка Она там Возбуждает Воду Это Там Рвет Особые Связи Поэтому Это Нездорово Знаете Когда Возникает Вопрос О том Что У вас Нет Деньги Заплатить За Отопление И за Тепло Разговоры О здоровье Будут Отходить На Второй Третий План Вот В чем Беда Поэтому Опять Таки Мы Не Знаем Никто Никто Из Авторитетных Людей Не Говорит Не Показывает Нам О том Как Нам Каким Правильным Путем Идти А на Этом Фоне Возможны Всевозможнейшие Спекуляции Самые Удивительные Вот это Кстати Очень Опасно А потом Самое Обидное Что Те Самые Официальные Лица Начнут Говорить Бесконечно О том Что Как Народ Не Понял Что Там Общественность Не Врубилась И Вообще Все Не Так А Должно Быть По Другому Но Дело Такое Тот Кто Взялся За Гуш Не Говорит Что Не Дюш Если Вы Вы Выбираете Политику Страны И Руководите Политикой Страны То Вам В этом Случай Нужно Как То И Общаться С Населением Которое Вы За Собой Ведет Ну Вот Эти Вопросы Действительно Обогрева То Скипятить Воду На газе Может быть Этой Водой Наполнить Грелку Которая Может Постель Согреть И Поможет Ночку Достаточно При Не очень Комфортных Температурах Переждать Все Эти Нюансы На чем Еще Можно Сэкономить Это Действительно Такая Очень Большая Была Тема И Если Это Могли Специалисты Рассказать Объяснить Населению Пропагандировать Вот Более Какие-то Энергоэкономные Пути Приготовления Пищи Действительно Жарить Картошку Варить Супы Что лучше Ставить Больше Газ Или На маленьком Газе Дольше Делать Вот Ну Здесь Или Например Сказать Что если Вы хотите Чтобы Это Не Пригорело Было Достаточно Вкусно Придется Пожертвовать Но если Вы Хотите Сэкономить Ну Придется Тогда Сэкономить На вкусовых Качествах То есть Чтобы У человека Был Хотя бы Выбор И Понимание Что ему Ну Какие Есть Варианты Какие Доступны Эти Варианты Вот Я Хотел Вспомнить Где-то Лет Двадцать Назад Мне Довелось С группой Других Журналистов Побывать На одном Мероприятии Демонстрационном Это была Так называемая Восточная Карелия В Финляндии Место Весьма Прохладное Она Граничит Российской Карелией Зимы Там Холодные И Нам Показали Дом Который Был построен Еще Примерно Сто Лет Тому Назад Там Действительно Этот дом Имел четкое Разделение На так называемую Теплую Зону И Такую Так скажем Прохладную То есть Условно говоря Спальня Это было Небольшое Сравнительно Помещение С более Низким Потолком Которое Да Там можно Его прометривали Все нормально Окна открывались Но окна Эти окна Были Четырехстекольные Вот так То есть Обыкновенные Как бы Две рамы Вот так Одно открываешь Второе Третье Четвертое Вот такое Вот окно Хотя все Можно было Открыть Вот И Там находился Платяной Шкаф Вот это Вот Трильяж Для Для хозяйки Дома Но это Все Вот именно Для того Чтобы Нормально Спать Встать Допустим В неглиже Там За собой Посмотреть Вот Может быть Там Умыцер По-моему Была Умывальник Такой Хотя Было Нормальный Туалет И Нормальная Ванна И после Этого Уже Когда на себя Что-то Накинул А после Этого Ты открывал Дверь Дверь Кстати Очень хорошо Уплотнялась Вот И ты уже Выходил В остальную Часть Квартиры Эта квартира Вот Была Где температура Поддерживалась Примерно На уровне 14-15 градусов Мда И объясняли Очень просто Что Сто лет назад Это Двадцатые Тридцатые Годы До этого В Финляндии В общем-то Очень внимательно Относились К энергии К расходу Тепловой Энергии Зимой А зимы Тогда Были Гораздо Холоднее Чем Сейчас По этой Причине Приходилось Вот так Вот Думать О своей Квартире Не как О едином Пространстве К которому Мы Привыкли А как Пространстве Которое Делится Как минимум На две Части Более Теплую И более Прохладно Ну Квартира Та была Прямо Скажем Нечита Нашим Там по-моему Где-то за 110 метров Было Квадрат Но тем не менее Да Вот эта теплая часть Кстати Эта теплая часть Контактировала С Туалетом Угу То есть Условно Человек К вечеру Закрывал Двери И грелся Я не хочу Сказать Что так Было Повсеместно Но вот этот Вот Вариант Очень показался Интересным И как раз Говорили Что это То Что в свое Время Придумали Местные Жители Которые Жили еще Раньше Там такие Огромные Домины Были Которые Тоже имели Разделение На Прохладную Такую Зону И зону Интенсивного Обогрева Но более того Вполне возможно Нам нужно Это как-то Перепродумать Я могу Сказать Что у нас Соседи Вот по даче Которые В принципе Живут в этом Доме Постоянно Они Используют Эту Вот именно Эту Схему Есть Одна или Две может быть Комнаты Где Они топят Зимой А остальное Помещение У них Холодное Ну просто Потому что Ну так Они считают И выгоднее И ну Денег не хватит Вот протопить Весь дом То есть они Сокращают Что если вы можете Позволить Протопить 12 квадратных Метров То Тогда вот Нужно и как раз Эти топить Потому что В противном случае Если вы попытаетесь Протопить 60 квадратных Метров То у вас Это будет Деньги Выброшены На ветер Повышение Температуры Заметного Вы не будете Наблюдать А деньги Будут Уходить Вот Но опять-таки Это тема О которой Нужно Говорить И я бы Счел Что это Было бы Очень здорово Если бы Специалисты Ведь есть же У нас В Латвии Специалисты Которые Издоровно Готовил Наш Политехнический Институт Сейчас Университет Специалисты По теплоснабжению И вентиляции Которые бы Цифрами Могли бы Квалифицированно Рассказать Как это все Сделать Понятное дело Что Им нужно Как говорится Их нужно Поддержать Но Возникает вопрос А кто это Будет делать Неужели Это должны Были делать Какие-то Общественные Организации Вот это Кстати Тоже вариант Если Как говорится Недосуг Властимущим Тогда Наверное Это должно Делать Само общество Находить Специалистов Экспертов Оплатить Их работу Но пусть Они дадут Четкие Конкретные И главное Полезные Научно Обоснованные Рекомендации Ну что же Спасибо большое Константин Рангс Программа Климат-контроль До встречи В следующую пятницу Хорошего дня И хороших выходных Всего доброго До свидания